Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые присутствующие, Российская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы является активным участником Оргкомитета Победы и участвует с первого момента создания этого Оргкомитета Победы по выполнению всех ваших решений, указаний и вашего курса. Наша организация в прошлом году отметила 100-тысячного пациента от реабилитированного на базе наших реабилитационных центров организации. Также наша организация активно ведет проект «Сильный духом по патриотическому воспитанию молодежи» на территории всей нашей необъятной Родине. Однако три года сенатор Клинцевич, используя свой административный ресурс, пытается уничтожить нашу организацию, пытается захватить имущество и внести раскол в ветеранское движение среди инвалидов. Вместо того, чтобы заниматься молодежью, патриотикой, чтобы заниматься действительно реабилитационными вещами, Клинцевич организовал кучу проверок. В прошлом году только через нас прошло 67 государственных надзоров и различных иных проверок, которые не нашли ни на каких существенных нарушений. Но Клинцевич настаивает и продолжает утверждать, что надо сажать этих людей. Вы знаете, что он вместо того, чтобы объединить ветеранов, рассылает вот такие письма за подписью Клинцевича во все регионы, всем чиновникам, всем руководителям общественных организаций, где он пишет своей рукой о том, что во всем виновата наша общероссийская организация. Это раз. Во-вторых, он пишет, что коррумпированы суды, коррумпированы правоохранительные органы, юстиция, которая отказывается выполнять в его угоду, так сказать, решение, чтобы сажать каких-то неугодных ему лиц. Но в то же время почему-то хвалит Володина и говорит, что да, вот благодаря поддержке Володина забрали у инвалидов деньги на реабилитацию и передали их в организацию, которую возглавляет сам Клинцевич. Но самое вопиющее, Владимир Владимирович, здесь, в этом письме, Клинцевич указывает Володина в качестве правоприемника президента Российской Федерации. Понимаете? А устно звонит и пугает в регионах наших членов организации, руководителей и чиновников, говорят, что скоро будет президентом Володин, наделит полномочиями, необъятными полномочиями Клинцевича, и Клинцевич всех неугодных просто закатает и закопает живьем в могилу. Владимир Владимирович, ну, знаете, мы обращались во все структуры, и уже последнее, вот, понимаете, это вот у меня обращение от членов нашей организации за многочисленными подписями, которые просят только одного. Мы готовы стоять насмерть. Мы, как вы говорили, всегда поддерживаем ваши слова. Русские и россияне не сдаются, мы не сдадимся. Но просим одно – защитить честное имя организации, защитить честь и достоинство людей, пострадавших при исполнении войскового долга. Люди не понимают, за что их поливает грязь, за что их наказывают вообще, они просто не понимают. И все хотят только одного – чтобы наша страна была единой, дружной и крепкой. Спасибо. Хорошо. Я думаю, что афганцев не испугать никакими заявлениями, типа закатаем. Это во-первых. Во-вторых, преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов и никто другой. Подписывайтесь на открытый канал. Еще больше новостей на fnvolga.ru Мы не боимся говорить правду.